В этот день, который совпал с днём памяти преподобного Фёдора Судита, мы всегда совершаем это заупокойное богослужение, тем самым отдавая долг памяти Александру Васильевичу Сувору. Но, конечно, здесь дело не только в том, что мы вспоминаем его как воителя, как вождя, как генерализмуса, но вспоминаем его ещё и прежде всего, конечно, как удивительного сына церкви, который любил церковь, воспитывал своих воинов, он был именно ещё и воспитателем для своих солдат, да и офицеров, наверное, воспитывал в духе именно христианском. Он свои победы, как мы знаем, он одержал более 60 побед и не проиграл ни одного сражения. Своей победы он говорил, что это милостью Божию он получает эти победы. То есть он был лишён такого, всем нам хорошо известного качества, как гордость. То есть он переписывал всё именно божественной воле. Ну и, конечно, мы понимаем, что его пример имеет очень большое значение для нас, для всех нас. Например, всё для молодёжи и, конечно, для воинов нашего Отечества. Сейчас наша Родина испытывает очень сложный момент. И даже вот у нас есть знакомые, даже родственники, которые воюют на Донбассе. Есть те люди, которые являются прихожанами нашего храма, мне знакомые. И вот я, разговаривая с ними, обратил внимание на то, что они очень желают прославления в лике святых раба Божия Александра. И потому, что его пример, пример такой отеческой заботы о солдатах, пример вот такого удивительного христианского смирения и любви к Богу, простирающийся на то, что он даже принимал участие в богослужениях и является, можно сказать, даже гимнографом нашей Церкви, потому что он составил покаянный канон известный. Говорит о том, что, в общем, все хотят его прославления, потому что он, как невидимый вождь, мог бы стать во главе наших войск. И его предстательством, его молитвой перед Господом, может быть, побыстрее бы и закончилось это противостояние среди братских народов. Мы совершаем это богослужение, где мы, конечно, молимся о прощении грехов, но уже давно есть такое ощущение, даже у меня, знаете, что служить после этого богослужения? Служить ли панихиду или служить ли молебен? Понятно, что с точки зрения канонической мы можем служить только панихиды. Но очень хочется надеяться, что, будем надеяться, что воля Божия будет такова, что раб Божий, генералисимус Александр Васильевич Суворов, будет прославлен веки святых, и в наших стенах мы будем уже не только молиться о прощении о прегрешении, но и просить его о помощи, как угодника Божия. Так что, надеюсь, что мы доживем с вами до этого момента. Спасибо, Господи. Благодарю всех, пришедших в этот рабочий день, будний день на эту службу, и на наш престольный праздник, и на панихиду. Это очень значимо для нашего храма, значимо и для всех нас, я думаю, что для всей русской православной церкви. Чем больше мы будем отдавать память нашим цветым, и прославленным, и непрославленным, тем крепче будет наше Отечество, тем крепче будет наше общество, и тем, можно сказать, счастливее будем мы с вами, поклоняющиеся истинному Богу и почитающих угодников Божьих. Аминь.